ну что друзья я продолжу рассказывать все таки про свои стратегии хотя мало кто смотрит как и ожидал но технических деталей потому что много очень но тем не менее смотрите в прошлый раз я рассказал о том что я построил стратегию и она была очень очень такая вот рискованная потому что была настроена вот так вот вверх если вы помните и тут были куплены кол здесь колы здесь колы здесь были куплены то есть очень быстро должно было расти моя стратегия на мои доходы если вдруг эта стратегия должна была принести мне достаточно большой доход если только если бы индекс ртс вырос причем если бы он вырос хотя бы до 162 500 я получил бы очень хороший доход но как вы видите он вырос даже больше и та стратегия которая мне ну была построена она должна была принести мне но где-то 20-30 тысяч рублей прибыли вот и она их принесла там больше 20 тысяч рублей прибыли таким образом все что потихонечку опускалась вниз в течение недели все компенсировалось в течение одного дня буквально там ну вы видите тут совсем с 22 там до 23 что ли нет она даже вот здесь вот и я ее закрыл вот ну короче говоря достаточно быстро все компенсировалось и я все с успехом в общем сказать закрыл каким образом да вот здесь вот нет даже вот здесь все это произошло вчера вот я здесь вот все закрыла от греха подальше и не стал дальше испытывать судьбу на и стал строить следующую стратегию то есть я вчера получил 20 тысяч прибыли которые покрыли все предыдущие долги и по результатам недели я получился в прибыли все-таки там прибыль не большая там 35 тысяч где-то не больше вот и что я стал делать дальше я уже начинаю строить следующую стратегию дело в том что сегодня день экспирации сегодня четверг и я не стал ну как бы терпеть до до дня экспирации вот сейчас экспирации вот только только вот все она сейчас будет обнуляться сейчас мы увидим с вами вот 18 45 сейчас все вот эти цифры но большая часть их обнулиться вот и и прямо сейчас мы это увидим но что я сделал посмотрите вы видите вот это вот линия она уже не прямая какая как должна быть а это линия вот уже начало обнуляться а она вот такая вот кривая почему она кривая посмотрите сюда у меня уже открыты позиции уже на 8 число 8 июля 8 июля 8 июля 8 июля на дату экспирации какие это позиции давайте посмотрим на них 1 июля вот сейчас они будут обнуляться здесь 10 рублей здесь на 1 июля сколько она принесет 10 10 ну короче ничего она мне не принесет то есть все опционы не в деньгах и соответственно премия по проданным опционам остается за мной покупленным я ее теряю она обнуляется вот сейчас я смотрите беру убираю сейчас первое число вот сейчас такая стратегия у меня дельта 032 то есть практически нейтральная вот и вот такая стратегия куплено вернее продано 7 колов 167 500 что это такое я смотрите что делаю я покупаю покупаю 162 500 162 500 это практически у центрального страйка я покупаю call и put опционы давайте посмотрим как это выглядит сейчас я ставлю вот здесь вот 8 число вот так и смотрите вот что я сделал вот так и и вот так вот вот что я сделал я покупаю на центральном страйке опционы put который при но будет приносить мне прибыль если будет все падать если индекс ртс будет падать и я покупаю тут же опционы call которые будут приносить мне прибыль если если он будет расти вот но если никуда не денется индекс ртс то я соответственно буду потихонечку вот в эту яму опускаться ну вот но я надеюсь что даже если на момент экспирации я окажусь в этой яме то смотрите сюда не будет стоять же индекс ртс вы видите он колеблется то есть когда он идет вот сюда я продаю вот эти опционы дальние а когда он идет сюда я продаю вот эти опционы дальние причем как только вот он поднимается поднимается потом пошел вниз катится а катится он начинает вниз с повышенной скоростью я здесь начинаю продавать вот эти опционы и покупать вот здесь опцион на центральном страйке опционы put потом когда он скатился сюда и приподнялся сюда я покупаю вернее продаю дальние опционы put и покупаю соответственно цена на центральном страйке на том страйке где сейчас опционы call такая вот нехитрая стратегия чтобы вот эта вот яма не была очень глубокая я покупаю очень мало опционов call и опционов put но в данном случае вы видите их уже куплено по три штуки почему потому что у меня уже проданы опционы call 7 штук смотрите у меня дальние опционы call 167 500 проданы 7 штук окуплены опционы call 4 штуки то есть смотрите что у меня есть вот я сейчас put отключаю вот что у меня по опционам call вот типичная рейша типичная рейша правое крыло выглядит как стратегия которая называется рейша то есть потихонечку идет до сто сто шестьдесят семь пятьсот ну а потом резко будет падать моя прибыль если уйдет индекс ртс очень далеко но если он уйдет далеко то я буду покупать вот эти вот опционы call которые уже будут в деньгах тем самым я буду выправлять вот эту штуку чтобы она далеко не ушло и чтобы сохранилась у меня прибыль ну вот в районе 20 тысяч на данный момент если будет сто шестьдесят семь пятьсот давайте посмотрим где это сто шестьдесят семь пятьсот сейчас мы смотрим сюда вот она ну то есть смотрите вот сто шестьдесят семь пятьсот это примерно вот здесь то есть если она пробьет вверх то я куплю опционы call которые будут в деньгах соответственно вот с этим страйком сто шестьдесят два пятьсот который глубоко в деньгах и соответственно у меня будет обычный бычий call spread вот что у меня по путам давайте посмотрим что у меня по путам вот что у меня по путам раз 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 так опционы call я убираю а а вот у меня два пута и соответственно восьмое число ставлю вот она а по опционам put у меня вот такая позиция почему она у меня такая ну потому что сейчас опционы put я не знаю почему она такая на самом деле сейчас вот идет нисходящая линия на самом деле я отлучался далеко вот здесь вот я вот в этом моменте надо было купить купить опционы put но в принципе у меня минус 0 86 по путам то есть и медвежий put spread соответственно ну то есть а по путам позиция идет на на увеличение моих денежек ну то есть в принципе ничего страшного когда он опустится и начнет разворачиваться вверх я буду продавать вот эти вот опционы put дальние теперь смотрите какие опционы надо покупать какие продавать на мой взгляд давайте вот раскрываю тайны смотрите вот у меня такая штука вот сто шестьдесят семь пятьсот видите да вот ну здесь не одна неделя здесь больше и вы видите что вот от текущего положения за неделю но то ли вырастет то ли нет но я думаю что вот это вот будет предел 167 500 это будет предел до которого она максимум может подняться поэтому я спокойно сейчас пытаюсь продать по максимуму дело в том что сейчас временная стоимость максимальная поэтому по максимуму я пытаюсь продать вот эти опционы вот эти опционы колл и по максимуму же на а вот опционы put стоит ли продавать по максимуму я не знаю потому что потому что здесь надо быть осторожным потому что как сказал однажды сергей хистанов на одном из семинаров то говорит есть такая поговорка что бык быки медленно идут в гору а медведь имеет привычку выпрыгивать в окно то есть что это значит это значит что рынок медленно медленно обычно если он растет то он растет достаточно медленно вот такая вот как бы тенденция такой тренд ну вернее вот так вот да вы в зеркале будете видеть вот и если это падение то падение обычно резкая и глубоко поэтому с путами надо быть осторожней поэтому у меня вот такие путы ну вот вы видите какие у меня путы то есть если падение то у меня будет прибыль до бесконечности, как бы ничего страшного, пусть падает, чем дальше, тем лучше. Ну, а если рост, то, соответственно, будет рост. Вот сейчас я, давайте я отключу первое число снова. Вот, вот так вот. Ну, и вот так. Вот сейчас вы видите, что сейчас абсолютно дельта-нейтральная позиция, ну, практически дельта-нейтральная, 0.32 мы видим, да, и если пойдет вниз, то у меня пойдет на улучшение, если пойдет вверх, то у меня фактически ничего не изменится, если индекс РТС пойдет вверх, и я буду продавать вот эту вот штучку, поднимать вверх, вот эту вершину, и, соответственно, если пойдет падать, то я буду просто смотреть и на развороте буду продавать, на развороте путов, на развороте тренда вверх, я буду продавать вот эти дальние путы. Ну, какие я буду продавать? Скорее всего, те, на которых он будет разворачиваться. Ну, вот такая вот нехитрая стратегия строится. На следующую неделю, повторяю, что я начал это делать еще вчера, потому что вчера, как я уже сказал, у меня, как бы, ну, индекс РТС пошел вверх и принес мне 20 тысяч прибыли, соответственно, я зафиксировал эту прибыль и начал уже строить уже следующую стратегию, зачем испытывать судьбу. Вот так. Теперь, что по нефти? По нефти вообще интересно, потому что сегодня первое, вернее, завтра первое число, и, нет, сегодня уже первое число, и по нефти, смотрите, фиксация, фиксация по фьючерсам на июльский прошла буквально вчера. То есть вчера цены шли, 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 и по июльскому фьючерсу они вот так раз и все, и стали абсолютно ровными. Сейчас я попытаюсь вам показать их. Давайте добавим график. Прайс, так, сюда, новый, вот сюда, выбрать, добавить. Вот. Вот он вчерашний график. Здесь 5 минут, давайте поставим сейчас вот получасовой, вы увидите, как он красиво выглядит. Вот он вчера шел, 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 и вот так вот, и встал. А уже августовский фьючерс, ну, как бы пошел колебаться, а июльский фьючерс начал, ну, как бы все, он зафиксировался ни туда, ни сюда, потому что на момент экспирации цена фьючерса практически совпадает с ценой базового актива на рынке спот. Вот, ну, такое свойство фьючерсов. Поэтому, ну, вот сейчас вы видите, вот что совершилось. Вот у меня сделки совершаются. Это по экспирации. Вот. И вот эта сделка тоже по экспирации. По 76 долларов за баррель я продал 9 штук, и по 75 долларов за баррель 2 штуки я купил. Соответственно, соответственно, вот так. Ну, и тут же они загасились вот именно по этой цене. Остальные 7 штук, видите, да, здесь 9 продано, здесь куплено 2, остальные 2 были погашены по текущей цене. Все. Вот такая штука у меня образовалась. По нефти я за прошлую неделю не заработал ничего. Ничего не потерял, ничего не заработал. Вот так. И вот они сделки. Смотрите, на момент экспирации, еще раз повторяю. Смотрите, вот у меня было, здесь было 2 фьючерса, было продано 2 фьючерса кол, и они, вернее, было куплено 2 фьючерса кол, поэтому, что такое, вернее, 2 опциона. Опцион это право купить по цене ниже страйка. Вот, вернее, по цене страйка. Если цена текущая будет выше. Ну, вот это право реализовано. Я купил ниже, то есть я купил по цене страйка, по 75. И, соответственно, были куплены 9 опционов пут со страйком 76. Это опционы дают право продать по цене страйка, если цена будет выгодная. Ну, цена выгодная, как вы понимаете. Я продал их. Соответственно, я потерял премию. Премия примерно вот такая же. То есть здесь я тоже не так много заработал, я думаю. И здесь не так много заработал. То есть мой доход крайне небольшой, потому что вот когда я покупаю опционы, то я теряю всю премию и зарабатываю на вот этой вот разнице. Соответственно, если разница уходит, то это хорошо. Если не уходит, то плохо. Вот. Ну, вот так. Кто знает, что такое опционы? Ну, а те, кто прошел курс по опционам, те знают. Вот. Ну, сейчас. Так, 18.59. Еще 5 минут. Целых ждать не хочется, честно говоря. Я думаю, что я скрин сделаю в тот момент, когда я буду монтировать уже это видео. Ну, а сейчас все. Поставьте, пожалуйста, лайк. Посмотрите. Значит, я надеюсь, что я подробно объяснил свою стратегию. Тем, кто не понял что-то и вообще, кто ничего не понял, я могу сказать, что опционы и стратегии – это дело совсем-совсем неплохое. Они позволяют получить прибыль в районе 50% буквально за неделю. И вы это видели буквально вот вчера. То есть вчера я строил стратегию, она у меня такая вот такая вот туда шла. И, значит, он немножечко дернулся с ускорением. В нем пошла прибыль, я ее зафиксировал, 20 тысяч. У меня, если вы помните, на счете было 34 тысячи или 37 тысяч рублей. А прибыль составила плюс 20 тысяч. 37 плюс 20, там сколько? 57? Нет. Ну, там 47 было. То есть еще меньше было. Вот так вот. 20 тысяч прибавилось. Все хорошо. Ну, вот такие пироги. Опционы – крайне интересная штука. Мне это очень интересно. Ну, а сейчас я пытаюсь построить именно вот такую штуку, которая, ну, еще раз я повторяю, я поставил 167 500 выше этой цены, скорее всего, не дернется. То есть если выше пойдет, то, ну, скорее всего, здесь я начну как-то уже терять убытки, нести. Но если не дойдет до 167 500, то вся премия от проданных опционов, а она сейчас максимальная, потому что временная стоимость максимальная в начале стратегии. То есть вся эта премия от проданных опционов останется у меня в качестве прибыли. То есть как бы я их продал и ничего не теряю. Вот, соответственно. Но я начну терять, как только, причем очень быстро начну терять, если она пробьет и улетит вверх. Ну, вряд ли она улетит настолько сильно вверх, индекс РТС, я думаю. Ну, и вообще я буду следить за тем, чтобы он не улетел слишком вверх. И, соответственно, буду наращивать вот все эти штуки. Ну, а вниз он может улететь, поэтому внизу у меня хвостик будет всегда поднят. Вот так вот, скорее всего, либо нейтральный. И только к моменту экспирации я его опущу вниз, тем самым подняв вот эту область выше. Ну, посмотрим, что будет. Вот сейчас я построил такую стратегию. На самом деле это видео я снимаю больше для себя, потому что я хочу помнить свои, как бы, мысли, которые были в начале построения стратегии. Ну, а вы следите за ходом моих мыслей и следите за тем, за результатом. Результат максимально честный. И вы видите, что я здесь не хвастаюсь, так сказать, теми прибылями, которые я могу получить, если я их получу. А, соответственно, я честно рассказываю про стратегии. Ну, и посмотрите, что это будет. На данный момент у меня, ну, вот здесь, ну, там больше, чем 42 тысячи сейчас будет. Вот. И посмотрим, что будет в дальнейшем. На сегодня все. Лайк, подписка. Спасибо за внимание. С вами был Демятков Юрий. До встречи.